МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эта огромная решётка занимает площадь более 7 гектаров. Странное поле проводов 187 метров в длину и 384 метра в ширину. Так выглядит самый большой и самый чувствительный в мире радиотелескоп для работы в метровом диапазоне волн. И находится он в России, на территории Пущинской радиоастрономической обсерватории. Здесь в двух часах езды от Москвы спрятались и другие рукотворные гиганты астрономической науки. С их помощью учёные слушают Вселенную, проводят важнейшие наблюдения за космическим пространством, изучают прошлое Вселенной. Однако особое внимание астрономов сегодня приковано к Солнцу. И для этого у них есть множество причин, которые касаются каждого из нас. И для этого у них есть множество причин, которые находятся на территории Пущинской радиоастрономической обсерватории. Когда я в первый раз приехал в обсерваторию, проходя свою практику, мне было очень интересно посмотреть на радиотелескопы. И вот я точно так же шёл по тропинке, кругом лес, который вырос за 50 лет. Дошёл до этого места, туман, весна, посмотрел направо и увидел только первые три опоры телескопа. И лишь пройдя до конца, я вдруг понял, что это целый километр. Астрономы — люди, которым приходится смотреть в прошлое в буквальном смысле. Ведь от ближайшей звезды свет летит до нас год, а от ближайшей галактики — миллион лет. Сергей Тюльбашев вглядывается в небо на миллиарды километров. На расстояние в тысячи раз больше, чем от Земли до Солнца. И даже не вглядывается, вслушивается. Он работает в радиоастрономической обсерватории. Причём в одной из самых крупных в мире. Территория обсерватории очень большая. Она составляет почти что 200 гектар. И понятно из размеров таких сооружений, почему нужны такие большие площади. Ну вот возьмём, например, вот этот телескоп. Его размер — один километр в длину, как я уже говорил. А размер телескопа вот в этом направлении — 40 метров. То есть он занимает собой 13-этажное здание. Проводки, которые вы видите, натянуты здесь по всей длине, они — тонкие тросики, которые образуют собой параболу, то есть зеркало. Для радиоволк это является зеркалом. На этом телескопе проводится много наблюдений. Ну, в частности, на нём наблюдают Солнце, квазары, радиогалактики, пульсары. То есть очень многие типы радиоисточников. Для радиотелескопов неважно, есть на небе тучи или нет. Ведь радиоволны тучи не мешают. Раньше, когда была лишь оптическая астрономия, вопрос хорошей погоды стоял очень остро. Сейчас уже существуют рентгеновская астрономия, ультрафиолетовая, микроволновая и радиоастрономия. Учёные наблюдают за небом буквально во всех диапазонах волн. Эти наблюдения за последние десятилетия существенно изменили наши представления о мире. У радиоастрономии в этом плане есть особые преимущества. Один из основных радиоастрономических результатов такой, что мы знаем, что наша Вселенная вообще родилась в результате взрыва. Что было время, когда нашей Вселенной не было. Это радиоастрономический результат. Когда мы смотрим на небо и смотрим всё более и более далёкие объекты, мы смотрим в прошлое. И, естественно, должен наступить такой момент, когда эти объекты ещё не существовали. Вот в своих подсчётах мы видим тот момент, когда ядра галактик, вот эти квазары, ещё не возникли. На радиокартах мы видим, как из центральной части, вот эта светлая точечка, это центр галактического ядра. И вот из этого галактического ядра выходят очень чётко видны резкие выбросы вещества в межгалактическое пространство. Эти выбросы заканчиваются такими яркими радиооблаками, которые, по всей видимости, образовались в результате взаимодействия этого выброшенного вещества с межзвёздным веществом. Радиоастроном может сидеть у монитора компьютера вдали от радиотелескопа и проводить наблюдения далёких радиоисточников. И уже на основе полученного и обработанного сигнала строить изображение галактики. В Пущинской радиоастрономической обсерватории сидят в основном по кабинетам. Даже наблюдая за Солнцем, они практически этого Солнца не видят. А если перемещаются по территории, то на велосипедах, чтобы добраться до телескопов и изменить координаты их наблюдений. Очень важно наблюдать круглые сутки, чтобы потом можно было вытащить оттуда данные, которые связаны с плазмой, с Солнцем, с его деятельностью. Всё зависит от Солнца. То есть мы живём фактически в солнечной атмосфере. Вокруг нас идёт плазма, карпускалы, всё летит. Вот Земля находится внутри магнитосферы, внутри атмосферы Солнца, можно сказать. И она простирается достаточно далеко. Поэтому мы очень сильно, сильно зависим от Солнца. Как устроено Солнце? От чего зависит его активность? Каково влияние выброса солнечной энергии на землян? Сегодня в распоряжении Сергея Тюльбашева самый большой в мире радиотелескоп. С его помощью предстоит научиться делать точные прогнозы атак Солнца на Землю. На Солнце есть плазма, которая идёт от Солнца в виде солнечного ветра. Солнечный ветер – это такое понятие уже общераспространённое, хотя, может быть, не все его знают. Это просто потоки частиц, которые идут от Солнца. Когда эти потоки частиц доходят, например, до магнитосферы Земли, они могут вызывать всякого рода неприятные явления. Ну, например, время от времени такие очень мощные вспышки, которые проходили на Солнце, выключали электричество в Канаде и в США. Летом 2009 года американское аэрокосмическое агентство НАСА сообщило о небывалом росте солнечной активности. Согласно прогнозам специалистов, в сентябре 2012 года Земле грозит глобальная катастрофа. Сначала люди увидят сияние, подобное полярному, но во много раз ярче. Затем из строя выйдут все энергосистемы-трансформаторы. Без электроэнергии останутся более 130 миллионов человек. предсказать дальнейшее уже невозможно. Но все это произойдет только при условии, что выброс солнечной плазмы полетит именно в сторону Земли. Значит, вообще это сейчас проблема, которой очень много занимаются. То есть вообще прогнозировать солнечную активность сложно. Значит, вот если есть какая-то активная область на Солнце, с какой-то вероятностью можно ожидать, что там произойдет солнечная вспышка, которая будет сопровождаться ударными волнами, выбросами корональной массы. Но эти выбросы не всегда доходят до Земли. Они могут промахиваться, они могут идти в другую сторону. Ученые выяснили, что не все взрывы и выбросы плазмы на Солнце действительно достигают Земли. Не все ударяют в нее напрямую. Вот почему самая маленькая вспышка на Солнце порой оказывает на Землю намного большее воздействие, чем череда мощных вспышек. Важно, во-первых, прогнозировать, что вот в этом месте может произойти вспышка. А то, значит, что от вспышки в каком-то направлении пойдет выброс. Вот. И потом, значит, что вот он дойдет до Земли и предсказать, через какое время. БСА используется для проекта «Космическая погода». Он предусматривает также перестройку антенны в ближайшие три года, что еще больше увеличит ее мощности. А через четыре года астрономы Пущинской радиообсерватории будут давать ежедневный прогноз космической погоды. Благодаря своему охвату неба и непревзойденной чувствительности БСА позволяет ученым в буквальном смысле ловить солнечный ветер и проводить анализ солнечной активности. Это гигантское число данных, на самом деле. Там очень много пишется. Пишется 16 каналов. Может быть, там еще будем расширять дальше. Проект очень тяжелый. Дело в том, что вот если брать обычные телескопы, то у них есть один луч. То есть один луч, который смотрит на небо. Это то, к чему привыкли все люди. Есть труба, посмотрели в окуляр, увидели на небе какую-то там звезду или несколько звездочек. Это однолучевая диаграмма, так называемая. У нас антенна имеет 16 лучей плюс 16 лучей. 32 луча. То есть она смотрит на небо в 32 направлениях. Вот если нам удастся реализовать полностью проект, то у нас будет 128 лучей. Мы будем перекрывать половину неба. Мы занимаемся то, что называется методом радиопросвечивания. Это вот излучение от удаленных космических источников проходит через солнечный ветер. И те неоднородности, движущиеся неоднородности, которые есть в плазме солнечного ветра, модулируют проходящее через них излучение. Вот измеряя эту модуляцию, мы можем судить о концентрации и скорости плазмы в той области, через которую проходит излучение. Солнечный ветер истекает из внешней части солнечной короны постоянно. Таким образом, Солнце ежесекундно теряет около 1 миллиона тонн вещества. В обычном состоянии этот поток заряженных частиц разлетается по нашей галактике со скоростью от 400 до 700 километров в секунду. Концентрация в околоземном пространстве составляет 5-10 частиц в кубическом сантиметре. Приблизительно раз в 11 лет Солнце достигает пика своей активности. В этот период происходят так называемые солнечные вспышки и возмущения, связанные с перестройкой магнитных полей в короне Солнца. Тогда скорости солнечного ветра могут возрастать до 1000 и даже более километров в секунду. На Земле человек знает проявления солнечной активности, полярные сияния и геомагнитные бури. Они возникают, когда несущий плазму солнечный ветер на огромной скорости вырезается в магнитосферу Земли. Плазма как бы сметает, как ветер, магнитные силовые линии в хвост Земли. И со стороны, которая обращена к Солнцу, магнитосфера как бы становится сплюснутой. И в это время изменяются траектории полета заряженных частиц в захваченной радиации в магнитных поясах. И происходит высыпание этих заряженных частиц в полярных областях. Появляется сияние. В общем, происходит магнитное возмущение на Земле. Вопрос о происхождении солнечного ветра пока еще окончательно не выяснен. Гравитационное поле Солнца не в состоянии удержать плазму. И она непрерывно уходит от Солнца, образуя вот такие потоки, которые носят название солнечный ветер. В основном она состоит из протонов и электронов. Еще небольшая примесь гелия из примерно 5%. Ну, это я говорю о спокойном солнечном ветре. А вот состав в выбросах массы может отличаться, но это не так важно. То есть химический состав здесь особой роли не играет, а важна вот та энергия, которую несет этот выброс. То есть это динамическое воздействие. К счастью, Земля защищена от заряженных частиц, из которых состоит солнечный ветер, магнитным полем, через которое они проникать не могут. Но в период сильных возмущений, когда на Солнце происходит вспышка, которая, как говорят ученые, может сопровождаться выбросом корональной массы, заряженные частицы могут достигать Земли примерно через сутки-двое. Они прорываются через магнитное поле Земли благодаря своей мощной энергии и скорости. В результате происходят магнитные бури, что приводит к технологическим сбоям в электронике, нарушает связь со спутниками, наблюдаются северные сияния. В 1957 году была одна очень мощная вспышка на Солнце, которая достигла Земли, и были зарегистрированы очень сильные возмущения нашей магнитосферы. И, как говорят специалисты, если бы в то время на высоте 10 тысяч метров летали самолеты, даже просто самолеты на высоте 10 тысяч метров, то, что сейчас происходит постоянно, то все люди, которые сидели бы в салоне, они получили бы облучение. В такие периоды возникает опасность для жизни космонавтов, которые находятся на орбите Земли, и они не защищены от этих частиц земной атмосферы, потому что частицы до поверхности Земли не доходят. А вот на тех высотах, где летают спутники, опасность достаточно серьезная. За время длительного космического полета космонавт получает дозу радиации, почти равную той, что накапливает сотрудник атомной электростанции за всю жизнь. Ведь поток заряженных частиц, которые несет солнечный ветер, это, по сути, радиация. Поэтому с началом освоения космического пространства вопрос изучения солнечного влияния на Землю встал особенно остро. Нужно было разработать, в первую очередь, приборы, телескопы, которые могли бы контролировать те или другие явления на Солнце в околоземном космическом пространстве. Затем уметь эти данные передать в центр, который, кстати, функционирует здесь у нас в Институте прикладной геофизики, обработать, проанализировать и выдать, как сейчас уже давно погода выдается, прогноз погоды обычный. Так вот, сейчас мы каждый день готовим и рассылаем погоду в космическом пространстве. В течение суток радиоастрономы обычно измеряют несколько сотен источников. Поэтому они могут иметь подробные карты о том, как распределен солнечный ветер и где есть возмущенные области. Мы видим, что вот этот радиообъект, который мы наблюдаем, он становится то ярче, то слабее. То есть он мерцает. Так вот, когда идет вспышка на Солнце, то вот эти мерцания резко усиливаются. Таким образом, мы смотрим на небо, смотрим на далекие объекты, это ядра галактик, ядра квазаров. И когда мы видим усиление резкое вот этих мерцаний, мы говорим, через эту область на небе прошла на данный момент вспышка, ну, ударная волна. Ну, говорят о периоде 11-летнем солнечной активности. Но что для нас важно, что когда мы, цикл обычно описывается так называемыми числами Вольфа, которые характеризуют, ну, в общем, количество солнечных пятен. Вот. И в максимуме солнечной активности пятен больше. И, соответственно, больше всяких возмущений, которые идут от Солнца. В минимуме их мало. Но циклы друг от друга могут отличаться. Ученые полагают, что периоды молчания в космических объектах очень часто связаны с периодом накопления внутренней энергии, которая потом может прорваться куда-то в больших масштабах. Сейчас наше Солнце находится в минимуме своей активности. Возможно, оно готовится нам сказать что-то очень важное. А пока наблюдения за солнечным ветром имеют особую ценность. Сейчас обстановка на Солнце очень спокойная. И, значит, специалисты ждут, когда, наконец, оно начнет просыпаться. Но, с другой стороны, для нас этот период оказался очень удачным, потому что мы можем наблюдать солнечный ветер своими радиострономическими методами в спокойных условиях. И потом полученные на фазе минимума данные использовать как калибровочные для потом поиска возмущений. Март 1989 года. Мощная геомагнитная буря привела к отключению линий электропередач на всей территории канадской провинции Квебек. Шесть миллионов человек оставались без электричества в течение девяти часов. Ноябрь 2003-го. Мощная вспышка на Солнце вывела из строя японский спутник связи «Эхо». Вначале спутник стал передавать неверную информацию, а затем отключился. Август 2005-го. Национальная океаническая атмосферная служба США сообщила, что сильнейшие извержения на Солнце затрудняли работу по ликвидации последствий урагана «Катрина». В результате этих вспышек возникли проблемы со связью и работой навигационного оборудования. Вот сейчас мы пытаемся навигацию делать по ГЛОНАССу или по GPS-у. И на Земле мы можем эту навигацию обеспечить и с высокой точностью. А как быть, если вы улетите за пределы этих спутников? То есть получается, что вы запустили свою ракету куда-то, она ушла там за пределы, скажем, Луны. Дальше ваша вся навигация, которая настроена на Землю, то, что находится в районе Земли, не действует. То есть если вы хотите летать далеко, пусть не в ближайшем будущем, пусть это будет через десятки лет или через сотни лет, вы будете вынуждены пользоваться системами, связанными с радиоастрономическими исследованиями или с оптическими исследованиями. Например, там можно систему координат строить по квазарам. Они считаются точными объектами, находятся очень далеко, и на небе они как гвозди вколочены. Поэтому они практически никак не передвигаются, и по ним можно строить систему. Но для этого на оборту должен быть небольшой телескоп, который позволяет проводить такие наблюдения. Проект «Космическая погода» предусматривает модернизацию самого большого радиотелескопа в мире, большой синфазной антенны, чтобы максимально увеличить ее чувствительность, увеличить эффективную площадь антенны. Таким образом, ученые смогут наблюдать большее количество слабых источников излучения, поступающих к нам из космоса. Дело в том, что мы получаем информацию о той энергии, которую объект излучает в радиодиапазоне. Вот конкретно проводим наблюдение на длине волны приблизительно 3 метра. Это частота 100 мегагерц. Радиоволна, она падает с какого-то направления. То есть, если источник находится где-то в том направлении, то волна от него идет вот так, плоская волна попадает. У антенны лучи располагаются приблизительно как пальцы на руке человека. То есть, вот каждый луч это отдельное направление. Наверху, если вы посмотрите, стоят такие тоненькие проволочки. Это и являются антенны. На самом деле, их здесь 16 384 штуки. И все вместе они составляют одну единую антенну. То есть, много-много независимых антенн складывают все свое излучение таким образом, чтобы мы получили единый сигнал. Каждую секунду водород на Солнце превращается в гелий. И около 4 миллионов тонн вещества в лучистую энергию. Звезды того же типа, что наша светила, живут около 10 миллиардов лет. А примерный возраст нашего Солнца 4,5 миллиарда. Но даже после его смерти человечество еще долго не замерзнет. Сегодня в Пущинской радиообсерватории продолжают изучать загадки происхождения Вселенной и тайны далеких звезд. Но именно от мониторинга ближайшей к нам звезды Солнца во многом зависит будущее всего человечества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова